МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас в нашей программе. Это ваша папа. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И уносит меня, и уносит меня Винящую снежную даль. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 10 лет Олег и Мария Степанова счастливо живут вместе. У нас был день города Пушкина. Он ко мне подошел, попросил телефон. Я ему дала телефон. Фантазии появились. Снова я. Так, началось. Дочке Полине и Кристине по 6 лет. И занимаются они фигурным катанием. Мы четыре ножки. По одной идем с тобой в дорожке. Они отличаются. Ну, даже так, чуть-чуть внешне, они все равно отличаются. Но чужие люди их не отличаются. Ну, я-то мама. В любом случае отличу. Ну, со спины издалека. Могу перепутать. Любочки. Любочки, конечно. Вдруг куда нарядимся. Несмотря на поразительное сходство, девочки совершенно разные. Полина в семье главная. Недавно такой вопрос возник в семье. Мы лежали с мужем и говорили. Я главная. Нет, я. Так давай у девочек спросим. Позвали девочек. Девочки, кто главный? Мама или папа? Кристин говорит. Папа, Полина, я главная. И Кристина, иди сюда. А ты звала ее. Переговорила, вернулись. И Кристина говорит. Нет, я подумала, Полина главная. Так что, в общем, голосование у нас главное – Полина. Я-то думал, что я. Пока не прошло голосование у детей. Как настроение? Хорошие. Готовы путешествовать? Да. В какой город семья отправится в путешествие, пока не догадывается. Узнают, открыв задание от нашей программы. Семейка, утихайся. Куда же мы едем? Едем в угли. Ура! Сергеев Посад лучше объехать, чтобы не терять время на светофорах. Наши герои из-за погодных условий ехали около пяти часов. Углич – один из древнейших городов России. Своё название получил по двум теориям – потому что Волга здесь делает угол или потому что здесь когда-то выжигали уголь. Город славится своим часовым заводом «Чайка» и, конечно же, прекрасным видом на реку Волгу. Старайтесь! Старайтесь! Сделав пару фотографий, наши герои отправляются в музей городского быта. Музей насчитывает более трёх тысяч экспонатов конца девятнадцатого века – начала двадцатого. В каждом уголке старинная мебель, посуда. Всё то, что являлось и является частью семейной жизни и домашнего уюта. Это вот называется колоть тоже такой сахар. Смотри, вот так же кусочек и кладёшь сюда потом. Опа! Держи, мобиль. Держи, мобиль. Всё можно посмотреть, потрогать и даже ненадолго вернуться в прошлое, переодевшись в старинные костюмы. Держи, мобиль. Девочки, это ваш папа? Правда? Вы узнаёте его? Нет. Нет. Эх, дамы, господа, подходите все сюда. Вы подходите, не робейте. Главное, барыне денег не жалейте. У меня нынче не товар, просто класс. Ярмарка у нас. Ну, барышня красавица, что понравилось, что нравится? Тебе, тебе как родной. Цыганка приходила, ей не дал. Тебе как родной. За 7 гривенечка вот такую шальку справим. Давай. Ты, главное, на плечики накинь. Там уже-то покажись, да народу покажись. А и народ брехать не будет. Красавица, барыня. Ну-ка, барышня, под шальки справим. Слушайте, да так. Давай тебе вот эту, вот эту красненькую такую красавицу, да? А тебе вот эту, вот такая красавица. Слушайте, барышни, вам сегодня повезло. Значит так, если мне станцуете, я вам вообще их подарю, а? Станцуем? Хотите, чтобы подарил? Тогда спляшите, пожалуйста, мне спляшем. Стой, 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 подожди, подожди, подожди. А ну-ка, папа, мама, хлопайте. Эх, барыни мои, стандарьни мои, барыни мои, стандарьни мои. Ай, вау, ай, молодцы. Вот, ну все, все, точно. Подари, так уже было, подари, подари. Ну, а барышня, барину тоже подарочек давай сделаем. Рубашечку купим, барин до конца жизни на руках носить будет. Ой, красота. Красота? Если хочешь прожить с барином в любви, согласии, век. Хочешь вдвоем прожить? Конечно. Ну, надо пару, пару создавать, барыня, пару. Не поняла? Да, да, пары надо брать, да, пары, барыня, да, пары брать. Вот это их будет к обед не одевать. Ну, это уже к вечеринку. Ну-ка, барышня, касается, вот встаньте сюда, к барыне. А я для тебя, барин, ох, вот что приберег. Красавцы, да? Как от души отрываю. Ох, барин, и сапоги с кароходой. У них везде можно. Ну-ка, дай-ка, барин, ножку примерю, а то вдруг не подойдет. Как же ты? Ну-ка, ну-ка, дай, что-то... Не, барин, ты так чулку лошадей у себя тоже так подкул. Ты вот спинкой повернись, ножку подними. Ну, барин, да твой размер. Твой размер, уважаемый. Ты если даже вот так вот пройдешься по городу, так все ж твои будут барышни, так и бог. Ну что, покупаете? Берем. Эх, беда, проторговался я сегодня, вот господа. Рубашечки возьмем, не переживайте. Очень необычно. Так прям сразу так и спину хочется держать ровнее, ходить там помедленней. То есть как-то так вживаешься, та одежда как-то делает немножко другим. Ой, муж тоже потрясающий просто. Я когда увидела, даже, не знаю, другой такой статный такой, прям хочется взять под ручку. Недалеко от города находится небольшая конюшня. Девчонки хотят покормить животных и прокатиться на русской тройке. На ладошку вот так вот кладете. И прямо открытую ладошку к носику подносите. Он меня прям в леду. Куда они все? Зайка. 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 Блин, что ли? Что такого? И все равно хочется хлебушек со мной дать. Пожалуйста, угощайтесь. Поздавайте. Ну, а пока вы кушаете, я немножко расскажу о том, где же вы сегодня находитесь. Мы с вами располагаемся в жилой избе крестьянского дома. Такой, в какой жили бы сто лет назад наши предки. А изба, в свою очередь, состоит из двух очень важных половин. Из мужской половины, где мы с вами сейчас находимся. И она отделялась за навескую, которая всегда была задернута, вот позади меня она. И женской половины, вот там, за этой занавескую. В мужской половине велась вся внешняя жизнь семьи, на что можно было смотреть. Здесь принимали гостей, трапезничали, здесь молились. Здесь мужчины занимались своими мужскими работами по хозяйству, что-то мастерили, ремонтировали. А в женской половине велась вся сокрытая жизнь семьи, на что нельзя было смотреть. Там готовили пищу, изготавливали одежду, текстиль. Там же жили все те, кто мужчинами не являлись. То есть женщины, детки и старики. Вот такая она, русская изба. Интересная. Кажется, что просто комната, а в этой комнате очень много всяких потаенных мест. Одно из них называется куть. Куть – это место возле самой печки, где печку топят. Есть такое слово – кутерьма. Знаете, это суета вокруг печки, когда женщина, хозяйка, в деревне она называлась Большуха, суетится у печи, готовя обед для большой семьи. И вот это вот ее суета, деятельность у печки называется кутерьма. 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 И уносит меня, и уносит меня, нынящая снежную таль. Три белых коня, эх, три белых коня, в декабре, январе, кухонь. Семья отправляется в музей-галерею кукол. Художник Ольга Павловичева сама придумывает, моделирует и шьет кукол, используя собственную авторскую технику. Прообразами многих ее персонажей стали дети. Озорные, веселые и даже обиженные. Большая часть коллекции выполнена в технике папье-маше. Наиболее ранние модели сделаны из слоеного теста. Как настоящий скульптор, мастер сначала создает лицо модели, используя любую технику изготовления кукол и одновременно придумывает образ и костюм будущей куклы. Все детали одежды, аксессуары, обувь, все изготавливает. Это вам, ты в руках мастерицы. А теперь давайте посмотрим кукла-школьница. Мама с папой помнят то время. Видите, ходили в какой праздниче форме. Снегурочка была представлена на городской выставке «Зимняя сказка древнего города Углича». Замечательная работа куклы Софи и ее первоначальное название автора «Я обиделась». Именно в этой кукле автор точно выразил тот характер обидчивости, какой часто бывает, особенности у детей. Потому что дети, когда обижаются, они очень часто выбирают такую позу. Эта поза у них обиды. И они вот именно садятся вот таким образом, коленочка на колено, и ручки так складывают, как будто вот этой позой они стараются закрыться, защититься от обидчика, озорниться. Сама о себе говорит, комментарии не спрашивают. Именно тот огонек озорства, какой загорается в глазках у детей, когда они хотят созорничать в этой кукле передан. Ваше внимание предлагается другой типаж кукол, где бумага варилась, пропускалась через мясорубку, через ситечко. И из этого бумажного месива создавались эти куклы. Эти куклы подвижны за счет продуманных соединений. На первый взгляд, крупки изящны, могут стоять и самостоятельно, а волосы уже сделаны из атласной ленты. Очень хороши для украшения интерьера. Вот видите, я ее разогнула. Я могу ручкой крутить, вертеть. Я могу головку повернуть. Да, и могу ножку. Вот, на, попробуй сама. Видишь? На, попробуй ты. Тише, тише. Аккуратно, аккуратно. Молодец. Куклы в русских нарядах. Нарядах выполнены в традициях русского народного костюма XIX века, но не являются их точной копией. Композиция «Посиделки» в 2002 году в городе Ярославле была представлена на Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох» в номинации «Кукла в русском костюме». Была удостойна высокой оценки. Мастер получил диплом. Вот, пожалуйста, даже игрушки. Вот, берите и вы попробуйте. Посади. Что хотите, делайте. Спасибо. У них сейчас такой возраст, когда им интересно все новое. И поэтому вот эти все музеи для них очень привлекательные. И еще, конечно, детям интереснее, когда можно что-то потрогать. Детей важно не только глазами смотреть, но и все пощупать. Тихо. Таких кораблей. По пути в очередной музей можно полюбоваться местными пейзажами. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга и примерно на одной линии вдоль берега реки Волги. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 В Творческой мастерской мифы и суеверия русского народа, интерьеры комнат полностью повторяют жилища крестьян прошлых веков. Здесь все то, без чего невозможно представить русскую избу. Сундуки, коромысла, талисманы и обереги. Здесь живут и персонажи из русских народных сказок. Вы находитесь в Творческой мастерской. Называется на музее мифа и суеверия русского народа. Все, что вы увидите, московые фигуры, костюмы, картины, чучела, все сделано руками одного человека. Зовут ее Дарья Чужая. Так выглядела колдунья по представлениям жителей южных областей России. Боялись всевозможных колдунов и ведунов при жизни, но и после смерти их тоже боялись. Дело в том, что если захоронить их неправильно, неопределенным образом могли они превратиться в существ, которые по ночам вставали из гроба и пили бы кровь из живущих. Как же таких существ называли? Вампиры? Оказывается, нашинских всю жизнь величали упырями. Слыхали такое название, да? С легкой руки Александра Сергеевича Пушкина в последующем стали их именовать вурдалаками. А вот вампирами, как их сейчас кличат, обозвали их не у нас, а в Европе всего лишь в 19 веке. А захоронить таких существ нужно было специальным образом. Положить ничком, то есть лицом вниз, так как считали. Куда лицо направлено, туда тело и пойдет в глубине земли. Заблудится, назад уже больше не вернется. Ну а также ей в дорогу нужно было положить еще один деревянный заточенный предмет. Какой? Кол. Видите, хорошо подготовились. Правильно, осиновый кол. Это было неспроста. Дело в том, что осина на Руси считалась удивительно энергоемким деревом. Вбирала бы в себя она все волшебные силы от такого человека. И ничего после этой процедуры он уже сделать не смог бы. Поэтому на Руси никогда не строили жилых домов из осины. Так как считали, если попадет в сруб, хотя бы одно бревно будет вытягивать уже жизненные силы из живущих там. И люди будут часто болеть. Поэтому из осины строили бани. Баня была нежилым помещением. Люди приходили туда расставаться с нечистым. То есть мыться. Ну и все болезни, если туда тоже. И в первую очередь эту негативную энергетику осина на себя и забирала. Ну а здесь представлен макет захоронения, который археологи нашли в Угличе с осиновым колом. Прямо в центре города, на Успенской площади. Таких захоронений под Угличем археологам удалось найти несколько, а второй около Грехово ручья. Ну а колья специально в Санкт-Петербург возили. На исследование в Эрмитаж оказались эти колья осиновыми. Ну а так выглядела колдунья по представлениям жителей северных областей России. Она угрюмая и суровая, так как леса в наших краях дремучие и непроходимые. Ну а на кого же из русских народных сказок похож наш персонаж? На бабу Легу. Оно самое, да. Это не случайно. Дело в том, что ега или ага в переводе с тюркского или других древних языков обозначает старейшина или главная. То есть во времена матриархата самая мудрая женщина народа управляла всем поселением. Но матриархат канул в лету. И до нас это название дошло только в сказках. Ну а здесь в центре зала представлен самый известный и популярный домашний дух. Домовой доможил. Появлялся домовой из душ, срубленных на строительство дома деревьев. И поэтому в каждом деревянном доме был свой домовой. Ну а рядом со мной стоит другое существо. На севере Руси это существо домашнее. А на юге Руси и Белоруссии это существо болотное. Признали в пранке Кемора. Была она хулиганкой и шалуньей. Бегала по чердакам, выла на разные голоса, мебель переставляла. Всем этим она занималась ночью. Напутывала узлов, навязывала кудель. И хозяйка зачастую долгое время не могла закончить начатое. Поэтому мудрые хозяйки всегда говорили молодым, никогда на ночь ничего не оставляйте недоделанным. Кемора потрогает, всю неделю закончить не сможете. Питак на счастье, чтобы экзамены сдавать на пятерки. Или контрольные работы решать. Это современная студенческая поверье 150 рублей. Колобок, талисман для похудания 50 рублей. Кол осиновый, оберег от всяческих хворей и недугов, так и называется лесной лекой. 80 рублей. Ироническая, магическая формула. Оберегает путешественников в дороге от аварий, катастрофы, даже от гаишников. 100 рублей. Полина с Кристиной увлекаются фигурным катанием. И тренируются практически каждый день. Когда узнали, что в Угличе есть каток, с удовольствием туда отправились. Показывает, что умеет. Она прикидной показывает. Девы, которые на пистолетике Прокутлет плохой, но аккуратно Так, вы друг другу не мешайте Вы друг другу мешайте Весело я за нынкой как не стояла Дети меня учат Именно фигурное катание для здоровья полезно Ну, все-таки основная причина была То, что они много болели, когда были маленькие И нам пытались пойти в зимние виды спорта А два года назад Мы их еще первый раз сами выставили На коньки, там я себя королем считал И мама, а теперь вон Я даже стесняюсь Выходить на лед, а они маму катают Я могу вообще ногами не передвигать Пока мне не уронить Очень быстро, очень быстро Я боюсь Мне больше всего понравился музей, где мы переодевались Такой он самый интересный и по рассказам И то, что примерили на себя наряды А мне еще музей лошадок понравился Кула и кукол Лучше, конечно, летом Когда потеплее, поспокойнее И прогуляться где-то пешком Судили с мужем, что Можно и по нашим городам поездить Посмотреть по этому золотому кольцу И наши города очень интересные Уставшая, но полное впечатление семья Отправляется домой Уже планирую очередное путешествие По старинным городам России Пока-пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok